такая подольше рыбалка только выходные так вот смотрите какая поклевка друзья друзья всем привет меня зовут андрей вы на канале ланге фишинг рад видеть каждого из вас быстренько сегодня будем меньше разговаривать а больше пытаться ловить вы недалеко от дома с мамой хотим порыбачить вечера во всяком случае в рабочие дни очень короткие на рыбалку совсем мало времени буквально полтора-два часа поэтому давайте как можно быстрее собирать снасти делать первые забросы сегодня береговая рыбалка на спиннинг на силиконовые металлические приманки и все в этом роде в общем любом случае будет интересно я уверен что какую-то рыбу мы сегодня поймаем и получим удовольствие как от просмотра так и от рыбалки поэтому друзья присаживайтесь поудобнее приятного вам просмотра ну а мы разбираем снасти и делаем первые забросы я как всегда друзья со своим спиннингом 270 у него длина вы часто мне задаете вопросы я вроде бы почти каждый раз стараюсь рассказать но все равно вопросы поступают в комментариях спиннинг длина 270 называется он kinetic tournament довольно бюджетный тест у него 1240 граммов катушка у меня трехтысячная шнур 016 разрывная нагрузка там в районе точно не помню обманывать вас не хочется но что-то там в районе шестнадцати килограммов вот и флюрокарбон в самом конце вот так я вам скажу примерно метр и толщиной 0 45 миллиметров вот такая у меня снасть внизу вертлюжочек на которой мы сейчас оснастим ее силиконовой приманкой вот моя коробочка с силиконовыми приманками я начну на свою проверенную классику вот она вот такая вот очень мне нравится 30 грамм и 12 сантиметров длиною сегодня друзья аномальный прилив но или не аномальный но вода своей самой высокой точке очень высоко вода поэтому я в принципе могу очень далеко заходить я хотел сегодня вейдерсы могу очень далеко заходить воду да тут можно прямо зайти и зайти и зайти еще да будет камеру поближе ставить в принципе я могу еще спокойно идти вот здесь конечно вот впереди есть трава то есть перед самым берегом надо поаккуратнее проводить но в принципе зато очень классно будет вываживать рыбу прямо на берег можно будет если я заранее подыму наверх то не надо будет продирать через траву первый заброс всегда руки потряхиваются единственное что вот штиль слишком как бы спокойно на воде хотелось бы чтобы была какая-то рябь какое-то течение какой-то дрейф может быть ветерок то есть это точно работает что погода не для рыбы а для рыбака поэтому трава вот здесь то что я говорил прям перед берегом но мы не сдаемся будем изучать местный ландшафт но рыба здесь в любом случае есть поэтому надо ее поймать найти приманку на которую она сегодня захочет клевать принципе я сейчас чуть-чуть камеру переставлю потому что я смотрю камера от меня прям очень далеко я там наверняка какой-то очень маленький сейчас попробуем чуть-чуть настроить камеру и я могу в принципе еще дальше воду заходить тем самым делать более дальние забросы потому что все равно вот это вот прибрежная вот я зашел метров на пять воду и еще могу зайти наверное метра три точно продвинуться ну два с половиной три то есть это на 7 8 метров то есть это бесцельная проводка в этой акватории потому что вряд ли будет клевать перед самым берегом вот там вот за линии травы сразу начинается свальчик и вот там возможны поклевки но либо на выбросе либо посерединке но это прибрежная зона она тут видите сразу трава как бы очень похоже на поклевки но это не поклевки это травка надо чуть-чуть ближе воду заходить и будем смотреть как это получится петельку скину заметил в принципе вот я могу даже еще ближе воду заходить но тут у меня в карманах много ценных вещей поэтому на всякий случай если рыба воду потянет то хотя бы у меня есть зазорчик но пока на первых забросах на натуральный цвет поклевок не случилось сейчас пару забросиков будем менять приманки хотя эта приманка сто процентов рабочие уже на нее было очень много рыбы поймана поэтому в нее я очень даже верю но бывает какие-то дни до что рыба предпочитает другие приманки видите сколько там травы потому что там где я сейчас стою обычно ну вернее в отлив тут еще как бы берег будет принципе можно еще идти вперед но как бы не хочется прямо стоять совсем в воде хотя ну так я довольно далеко забрасываем так вот друзья поклевка была нападение было поклевка и он плюнул плюнул опять что-то там есть друзья так что там там посмотрите как вы прям в руку удар кто-то прям бьет приманку прям сильно бьет приманку но он не заглотил еще он пока только играется может быть он уже подал да друзья да ох смотрите какой хорошенький от это да все-таки все-таки мы его вымочили но такой был удар сначала друзья в руку прямо а потом он видимо проглотил до добрал приманку как бы он ее в несколько этапов заглатовал все-таки заглотил и сейчас на меня идет очень быстро идет на меня в общем друзья он заглотил и с ней как бы шел на меня но такой по размеру я думаю что у хорошей друзья вы хорошей у ее еще я его и фрикциончик то сматывает так он тут гуляет вдоль бережка надо идти к берегу друзья так приманка очень неглубоко тут бы подсак не помешал потому что если он здесь сойдет если он здесь сойдет то как бы очень слабо сидит приманка такой два наверное два с половиной может быть ну два нет на два с половиной в нем нету два килограмма в нем точно есть ух хорош и друзья сейчас я вам его продемонстрирую такой вот друзья красавчик ну такой в районе около двух может прям два нету в нем но около того ну хорошо мы с ним по сопротивлялись поборолись я доволен это начало рыбалки она вполне себе приятная и радостная в общем продолжаем ловить даже штиль друзья была не помеха рыба клюнула это хорошо надеюсь что клев будет активный но этот кстати клюнул не со дна нападение атаковал несколько раз приманку проглотила ее довольно жадно хотя вот зацепился очень слабо но поклевка была прям очень жадная уже погода такая что выбрать хорошие дни для рыбалки довольно сложно но надо пытаться искать окошки с хорошей погодой но вот что темнеет сейчас как бы такая подольше рыбалка только выходные но так вот смотрите какая поклевка друзья и не засекся вот и не засекся но поклевка была очень я зарассказывался за рассказывал я вам истории сказки и хорошая поклевка была это уже трава здесь но поклевка была знатная смотрите приманку он стянул он видите просто не не схватил до конца не заглотил можно было еще чуть дать я просто ну заглотить но я не ожидал как бы чуть-чуть что он сразу не схватил но это радует что сразу следующий же заброс после поимки рыбы и поклевка назвать это жором нельзя но надо сказать что в любом случае есть такое что к осени к зиме с наступлением холодов с наступлением плохой погоды и неприятный так скажем для нас рыбалки как для рыбаков для рыбы погода становится лучше вообще как бы в норвегии хорошими месяцами для рыбалки считается осень зима с сентября и до февраля наверное так вот самые такие сочные месяца для рыбалки да не реализованная поклевочка была но приятно что она была главное чтобы клев продолжался рыбу мы тогда поймаем хуже когда у тебя одна поклевка в час кое-какая так это уже мы здесь и перед сам ох какой я там огромную до рыбину поймал вот это есть такое что здесь перед самым берегом трава я как бы могу да в принципе идти дальше чтобы мне еще перекидывать но тогда мне камера далековато стоит хуже все это видать так в принципе я так-то могу эти еще дальше еще он не дошел как бы до до линии травы но так петелька вот хорошо распуталась петля была хорошо что не случилось захлёст этой петли вроде бы она с забросом распуталась но по сравнению с прошлой рыбалкой пока я такого еще не ощутил клёво как прошлый раз когда клевала вот под конец рыбалки вот действительно клевала на каждом абсолютно на каждом забросе в принципе мы примерно так начинали уже ближе к темноте я сегодня опять свет не взял поэтому мы ловим сегодня до сумерек и потом уже заканчиваем так но я думаю что с двумя поклевками надо попробовать поменять приманку что-нибудь оранжевое например так сказать поярче сделаем осенние цвета приманок сейчас будем использовать посмотрим что она нам принесет вот такую друзья попробую которым не отрывалась на прошлой рыбалке 24 грамма у меня джиг головка и вот такая небольшая сантиметров не знать до 10 наверно приманка желтом цвете вот маленький размер приманок меня не смущает как бы дам есть вероятность что и не крупная рыба будет клевать но большую рыбу тоже привлек большую рыбу привлекает как бы такого размера приманки это уже проверенный вариант поэтому можно попробовать ловить и на небольшую приманку так желтый оранжевый цвет это рисковый цвет будем надеяться что он сработает желательно по треске но можно и полюру сегодня рыбу мы снова берем но во всяком случае достойного размера так точно и принципе у нас уже есть рыба которую можно взять с собой поэтому своего рода какую-то уже задачу выполнили но можно еще одну-две точно поймать чтобы взять с собой и в то же время не надо было бы очень много чистить рыбы пару забросиков сделаем если клевать не будет то вернемся снова классическому варианту который пока не подводит ну хотя надо сказать что я на эту приманку ловил я кстати примерно в этом же райончике ловил на 5 килограмм последний раз по моему нас уже вечерами прохладненько уже до четырех где-то до трех градусов ночью температура доходит уже на рыбалку одеваться нужно потеплее чуть-чуть я переместился по берегу метров на 30-40 не знаю насколько это чего-то мне дает но надо пробовать но клёва пока нету в любом случае клёва нету это факт рыба не активна но такова она рыбалка что один день ты попадаешь на какой-то жор когда рыба на каждом забросе хватает все и вся любую приманку что ты под нос подсунешь а бывает день как сегодня когда ты пытаешься пытаешься она вот так вот вот друзья сошел вот это я нажаловался он добрал вот это да друзья он добрал вот это интересный момент это очень интересно как бы вроде не крупные но вот вот это именно ощущение что рыба добрала приманку это прям было странно была хорошая поклевка я подсёк почувствовал что рыба сошла и вот отпустил я не стал выматывать как бы и он добрал получается но не крупный как бы но вот это ощущение было приятное что я под берегом уже поел куда-то они ну друзья такой тоже мерный так тоже нельзя сказать правде крупный дух как он тут пируэты выдает дожди подождите очень плохо приманка во рту ну такой да это меньше чем первый споткнулся меньше чем 1 но лучше чем ничего на таком бесклёве друзья сейчас покажу этого тоже заберем хотя бы два почистим где сюда и тоже странно видите как вот он он бьет получается по приманке да нету к слову о том что нету жора видите где приманка приманка как бы с наружной стороны то есть за самый край губы еще где-то снаружи пробивает ему так первое дело чтобы не мучилась рыба так можно по голове а потом уже сейчас перережу горло покажу и перережу так все в прямом эфире но такой друзья килограммовый товарищ на правила такие что надо рыбе или камнем по голове или палочка или горло перерезать чтобы рыба не мучилась но в итоге второй есть это хорошо я надеюсь что еще хотя бы одного поймаем которого возьмем с собой так что продолжаем рыбалку такой мерный килограмм наверное чуть чуть может больше но в принципе достаточно для того чтобы его приготовить хочется и на донку выбраться половить вот уже очень хочется но мол сегодня но еще куча дел сегодня вечером а на донку же надо более основательно с свет брать с собой так это более длительная скажем рыбалка спиннинг все таки о друзья поклевка была по моему что-то там он кушает до кушает ну пробу надо да есть еще один друзья еще один тоже головой мотает по всему люр уже конечно камера ничего наверное не передает хотя кто его знает будем надеяться что что-то вам там видно друзья такой не знаю он подымается вот он здесь уже так это вообще треска друзья ну а вот и дождались треску на треска такая себе я бы сказал вообще незачетного размера это на выпуск но вот она кстати смотрите вот она кстати заглотила так что приманку я не вижу вот это конечно да ухо такое не часто увидишь друзья знаю как и светите снимать и все вот это вон приманка там вообще где-то я не знаю как ее сейчас выпустить эту красавицу она вообще малюха ханька и то это вообще просто как она заглотила но я попытаюсь конечно но это не факт конечно что мы полу просто в желудке вот это уже еще очень глубоко очень глубоко заглотила не уверен что у меня получится ее спасти эту треску можно придется забирать так друзья приманку я достал но я сомневаюсь что она пойдет попробуем очень глубоко была приманка риска маленькая но если пойдет будем пробовать отпустить то что жалко совсем малюха ханька еще маленькая маленькая-маленькая ой вода холоднющая так на жабры начали работать просто я не знаю там пробила там пузырь не пробила потому что очень она глубоко заглотила не знаю пойдет она или нет скорее всего что нет она переворачивается набор вот сейчас она что-то начало двигаться друзья сможешь ты плыть не сможешь вроде бы пошла вроде бы пошла всяком случае пытается очень хочется отпустить я не уверен что она выживет но таком случае как бы хочется и дать шанс вроде пошла вроде бы пошла вот так вот приходится будем надеяться друзья что она выживет но такую маленькую прям очень хотелось попробовать отпустить потому что но там есть вообще нечего но а так хотя бы есть шанс что она выживет это не точно но я хотя бы попробовал вот так друзья уже практически стемнело кое-как записываю концовку в общем друзья за неполных там два часа рыбалки три рыбы все-таки удалось поймать две из них мы взяли с собой удовольствие получено результат есть какой никакой но есть спасибо друзья что смотрели это видео надеюсь вам понравилось но и как всегда увидимся в новых выпусках как только наберется чуть побольше времени будем пытаться ловить на донке чуть более основательно но пока так короткие вылазки вечерние после работы до новых встреч друзья увидимся в новых видео